коленчатый вал ну как обычно начнем мы сначала с его биения вот у меня индикатор стоит сейчас так камеру поставлю чтобы более-менее видно было я прикрепил маховик для простоты чтобы можно было вращать его ну и теперь давайте повращаем его ну и в общем коленчатый вал имеет биение здесь 7 даже 7,5 где-то около до 8 соток как только что в видео я продемонстрировал коленчатый вал имеет биение 7 соток ну чуть больше где-то около 7 это говорит о том, что автомобиль с этим двигателем побывал в ДТП и удар пришелся как раз именно в переднюю часть лобовое столкновение конечно для эксперимента хотелось бы чтобы коленвал был целый и не имел биения но тем не менее мы попробуем сымитировать ДТП и посмотреть насколько сильнее он деформируется для того, чтобы сымитировать ДТП я беру кувалду обычную и ударю коленчатый вал в нос значит не повторяйте этого на своей технике и так мы теперь делаем то же самое вот он у нас стоит коленчатый вал индикатор сейчас мы его повращаем я не верю своим глазам биение у него стало меньше пять соток я думал больше станет невероятно но факт биение стало на две сотки меньше я подумал может еще раз его приложить а восемь ровнее станет ладно ржавчина даже с молотка высыпалась давно им не работали точнее с кувалды так смотрим что же у нас получилось сейчас мы так ну что я могу сказать чудо не произошло биение примерно как было так и осталось может его можно отрихтовать интересно и так я заметил положение его наибольшего изгиба попробуем его отрихтовать ну я конечно не серьезно вот я имею ввиду такой метод рихтовки это несколько неправильный но мне просто интересно посмотреть на результат надо ударить по средней шейке вот чем больше я бью коленвал тем больше высыпается ржавчина у меня с этой кувалды ну попробуем и теперь смотрим результаты рихтовки а ну-ка да нет что-то я явно перестарался да надо было не так сильно его прикладывать в общем опять то же самое я заметил попробуем в этот раз не так сильно его приложить до того я уже совсем его ударил сильно ну ладно ну и так финальный результат ну в общем из результатов испытаний могу сказать отрихтовать у меня его не получилось почему-то но зато центр по его биению все время смещается куда-то ну в общем понятное дело что рихтовать нужно прессом загибать на строгую величину его нужно то есть смотреть по индикатору и тогда возможно его отрихтовать но в любом случае то есть цель эксперимента была показать что после ДТП именно лобового удара коленчатый вал деформируется но естественно эксперимент был именно с этим коленчатым валом не полноценным потому что он уже изначально имел биение и первый раз после вторичного лобового удара когда я ударил вместо 7 соток показал мне 5 соток биения я лично очень сильно был удивлен потом уже там стал 6 показывать ну и так далее поэтому вот это результат лобового столкновения далее стоит вопрос о противовесах коленчатого вала и его уравновешенности и здесь я понял что без небольшого пояснения обойтись нельзя хочу заметить что в данном случае в 12 двигатель по своей уравновешенности это две рядные шестерки не путайте своеобразной восьмеркой и своеобразной шестеркой об этом речь пойдет в других видео сейчас мы рассматриваем в 12 и в частности коленвал который скомпонован как нарядной шестерки но со своими небольшими особенностями в описании к видео будут ссылки на старые видеоролики посвященные коленчатому валу где я более подробно объясняю и раскрываю эту тему в данном видео я лишь хочу напомнить некоторые моменты начнем с четырехцилиндрового двигателя потому что это наиболее яркий пример коленчатый вал сам по себе то есть если его сделать в виде ну скажем нарисовать в виде схемы без противовесов то есть коленчатый вал вращается при этом коленчатый вал будет отлично работать без каких-либо потерь без противовесов но до определенных оборотов дело вот в чем дело в том что во первых шейки коленчатого вала которые находятся на определенном расстоянии от центра в процессе вращения коленчатого вала развивают какую-то массу то есть как центробежная сила их оттягивает в противоположную сторону от центра сами по себе эти силы уравновешены то есть две шейки с одной стороны в одну сторону направлены на 180 градусов находятся две другие шейки направленная сила в другую сторону то есть система уравновешивается но при оборотах чем выше обороты тем больше влияние того что первая и последняя шейка весь коленчатый вал то есть его начало и конец нос и заднюю часть тянут в одну сторону ну грубо говоря по схеме это вверх а средние две шейки тянут среднюю часть в противоположную сторону нагрузка распределяется по параболе если можно так нарезовать то есть если это скажем центр будет ну грубо говоря так вращение то нагрузка на коленчатый вал распространяется в виде такой параболы все усугубляется тем что коленчатый вал напрямую связан с поршнями и шатунами то есть возвратно поступательно движущимися массами если сказать проще это масса которые разгоняются в одну сторону с нуля потом тормозятся и разгоняются в другую сторону то есть возвратно поступательное движение и таким образом в каждый раз в верхней мертвой точке дополнительно получается воздействие развивается сила на торможение поршня то есть которая дополнительно помимо того что центробежная сила шейку оттягивает грубо говоря вверх точно так же кратковременно в довольно в узком диапазоне ну где-то вот в таком вот я тебя примерно рисую конечно возникает сила на торможение поршня то есть нужно его затормозить дополнительно увеличивая воздействие причем там в разы увеличивается воздействие центробежной силы и точно такая же сила возникает в нижней мертвой точке когда поршень тормозится внизу тоже в довольно узком диапазоне я конечно так слишком много нависовал схематически ну примерно то есть в этих параметрах которые дополнительно нагружают шейку то есть опять же такие дополнительно к центробежной силе так как нагрузка идет непостоянная то есть от центробежной силы идет нагрузка постоянная то есть чем выше обороты тем выше будет влияние вот этой массы ну то есть соответственно нагружаться схема будет больше но от воздействия с возвратно-поступательно движущимися массами идет воздействие переменной то есть с определенной частотой в каждой нижней верхней мертвой точки то есть импульсами раз раз при этом когда коленчатый вал проходит остальную часть пути действует только центробежная сила это приводит к тому что система в определенный момент входит в резонанс что такое резонанс я останавливаться не буду это тема совершенно отдельного видео но значит есть присутствует частота резонанса так вот когда вся система на определенных оборотах то есть чем выше обороты тем больше частота воздействия на коленвал то есть верхней мертвой нижней мертвой точки в какой-то определенный момент система входит в резонанс и это приводит в лучшем случае к тому что коленвал деформируется и может заклинить либо повредить коренные вкладыши или как следствие он может просто треснуть или поломаться на несколько частей для того чтобы минимизировать это влияние на коленчатый вал устанавливают противовесы в данном случае так как коленчатый вал уравновешен сам по себе то есть еще раз не путайте своеобразная восьмерка и шестерка о чем речь пойдет в соответствующем видео здесь устанавливаются противовесы для того чтобы ну скажем так снизить или упрочнить коленвал именно по резонансной частоте уравновешивается шейка дополнительно ставится к ней противовес причем хочу заметить что вес противовеса ставится либо один противовес то есть в конце но тут тоже возникают свои нагрузки различные так как идет небольшая перегрузка то есть одна масса грубо говоря с одной стороны шейки а масса шейки то есть распределена более широко делается еще по два противовеса во первых это позволяет лучше распределить вес и их сделать более скажем так эффективнее значит при этом добиваются того чтобы коленчатый вал сам по себе уравновесить без учета веса нижней головки шатуна иногда есть варианты с учетом нижней головки шатуна но в данном случае идет речь о том чтобы уравновесить коленвал и убрать его вернее не убрать а увеличить устойчивость к резонансному явлению когда у него есть два противовеса которые потом это все естественно балансируется в динамике и получается так что два противовеса с противоположной стороны шейки полностью уравновешивают вот этот вот элемент между собой его полностью уравновешивают и на такие ну грубо четыре сектора делится весь коленчатый вал когда на него устанавливается поршневая ну то есть двигатель работает то уравновешивается между собой это нижняя головка шатуна и воздействие от возратно поступательно движущихся масс что позволяет увеличить обороты двигателя рабочие без потери его прочности это был пример с коленвалом рядной четверки просто он более яркий и понятный рядная шестерка работает точно по такому же принципу единственная разница в том что так как коленвал имеет шесть шеек которые размещены друг относительно друга под 120 градусов у коленвала уже не возникает одной единственной нагрузки по параболе как на рядной четверке например эта нагрузка возникает но с учетом развала 120 градусов с одной стороны это немножко улучшает характер распределения нагрузки на коленвал потому что все силы грубо говоря если в первом варианте силы воздействия от возвратно поступательно движущихся масс четко распределены на 180 градусов друг от друга и грубо говоря ломают коленчатый вал то здесь силы распределяются на 120 градусов друг относительно друга то есть от центра вращения и этим самым немножко скажем так немножко это конечно не компенсирует одно другое но немножко нагрузка на излом становится немножко другая то есть она конечно не исчезает полностью но становится нагрузка значительно меньше и так как коленчатый вал стал длиннее то соответственно прочность на излом у него стало защитимо меньше по сравнению с рядной четверкой в данном случае уравновешиваются на коленчатом валу шейки точно так же каждая шейка уравновешивается как и на рядной четверке и на любом другом коленчатом валу то есть противовес выполняет роль ту чтобы уравновесить сам коленчатый вал чтобы увеличить его порог который когда он может войти в резонанс при этом все остальное что устанавливается на коленчатый вал я имею ввиду шатуны поршни то есть все массы они остаются уравновешиваются между собой точно так же как я рассказывал ранее в данном случае важно заметить следующее что коленчатый вал он может работать и без противовесов можно поставить противовесы как обычно делаются чтобы уравновесить именно шейки коленчатого вала то есть чтобы снять дополнительную нагрузку но можно поставить противовесы и большей массы для того чтобы уравновесить полностью элемент учитывая вес нижней головки шатуна но обычно так не делается потому что во первых запасов по прочности хватает для поставленных задач то есть по паспорту рассчитывается нагрузка на коленчатый вал допустим двигатель вращается до 5500 оборотов и при такой схеме то есть рассчитывается по противовесам все и смотрится то есть двигатель на 5500 оборотов рассчитывается а нагрузки которые могут возникнуть чтобы его деформировать или сломать могут возникать только там на 9 допустим тысячах оборотов или там на 8 то есть в этом режиме двигатель не работает соответственно техническое условие выполняется прочности хватает для того чтобы сохранить ему ресурс если конечно двигатель форсировать по оборотам уже этот момент нужно учитывать но обычно частота именно частота вращения двигателя когда могут возникать какие-то подобные нагрузки она раза в два превышает его рабочие обороты ну то есть если двигатель там 5500-6000 оборотов то для того чтобы возникли именно он вошел в резонанс или возникли какие-то нагрузки которые могут действительно сломать коленчатый вал это уже там за 10 тысяч оборотов но естественно на каждом двигателе этот параметр индивидуальный то есть если сказать более простыми словами противовесы коленчатого вала они нужны для того чтобы вывести его резонансную частоту за пределы рабочего диапазона то есть там где двигатель не эксплуатируется также хочу заметить еще не один немаловажный элемент это гаситель крутильных колебаний или демпферный шкив его называют в народе там шкив с маховиком передний то есть у него много разных названий но правильно это гаситель крутильных колебаний ссылка в описании к видео с более детальным пояснением я лишь напомню в двух словах что коленчатый вал испытывает крутильное колебание это значит то что в определенный момент под воздействием всех сил в том числе и по передаче крутящего момента то есть там где идет тот конец вала где производится отбор мощности возникают крутильные колебания при которых коленчатый вал изгибается то есть ну грубо говоря вот как торсион он изгибается друг относительно друга это изгибание конечно не происходит так что он там как-то согнул перегнулся скрутился в каком-то положении в таком положении остался это частота то есть он все время находится в движении если сказать проще то это отклонение центра первой шейки коленчатого вала и последний друг относительно друга когда они стоят ну вот вся схема то есть верхняя мертвая точка ну не только верхняя мертвая точка а вообще то есть ну примерно то есть вот это точка то есть коленчатый вал так то центр первой и шестой шейки естественно центр он должен быть на одной оси но в процессе работы коленчатый вал немножко изгибается и вот этот вот центр друг относительно друга первой и второй могут немножко расходиться естественно при этом если коленчатый вал испытывает нагрузки именно крутильные колебания в какой-то момент он входит в резонанс и коленчатый вал ломается для того чтобы это явление минимизировать и вывести за рабочие обороты двигателя существует в основном два способа первый способ это увеличение диаметра коренной шейки то есть когда коренная шейка делается значительно большим диаметром для того чтобы для того чтобы шатунная шейка которая стоит для того чтобы она была связана то есть по литью она находила на коренную шейку то есть чтобы дополнительно связать их чтобы они были связаны не щекой коленчатого вала а именно ну грубо говоря прямым литьем это позволяет увеличить прочность коленчатый вал именно для гашения крутильных колебаний помимо того что он сам по себе приобретает прочность основная задача это по крутильным колебаниям но такой способ упрочнение коленчатого вала не всегда возможен то есть есть ограничения по размерам картера по постели ну и просто коренная шейка то есть если ее сделать допустим там миллиметров 120 то это дополнительный вес и дополнительный износ будет картера то есть так как коленчатый вал станет большим тяжелым то есть дополнительный износ вкладышей вызывает это дополнительные технические трудности для этого используется шкив передний с демпфером правильно говорить с гасителем крутильных колебаний более детальное описание в соответствующем видео ссылка в описании там я рассказываю о типах гасителей крутильных колебаний и более детально принцип их действия в этом видео я просто говорю о том что такой шкив обязательно должен стоять особенно на рядной шестерке для того чтобы коленчатый вал имел запас по прочности иначе в противном случае коленчатый вал может просто сломаться теперь более конкретно на этом же коленчатом вале как пример я его порезал здесь для того чтобы взвесить его противовес и шейку отдельно давайте начнем с параметров то есть вот она шейка отрезанная шейка так ну я думал для эксперимента пойдет значит у нее вес составляет 455 грамм ну естественно то есть это вес не стопроцентный то есть на коленчатом валу тут еще идет часть ну как щеки то есть которая у меня не вошла ну то есть вот примерно 455 грамм так дальше теперь берем противовес так как здесь два противовеса я срезал только один ну естественно тут куски некоторые остались но для эксперимента нам хватит то есть мы устанавливаем противовес то есть надо будет умножить на два и смотрим то есть у нас 291 грамм то есть грубо говоря ну скажем так для ровного счета 300 грамм до 300 грамм противовеса два значит 600 грамм у нас идут в противовес и шейка у нас весит 455 то есть ну если еще учитывать то что здесь то часть которую я не срезал то есть получается грубо говоря грамм 600 противовеса где-то на ну до 500 грамм самой шейки но также нужно учитывать то что сама шейка вот если посмотреть то есть она тяжелая и она выполнена таким ну цилиндром то есть она выполнена как цилиндр ее центр в одном месте находится грубо говоря центр тяжести и центр тяжести немножко смещен к центру коленчатого вала вращения если рассматривать по противовесу противовес его хоть вес примерно и такой же но он размещается чуть дальше от центра коленчатого вала так то есть ну соответственно нагрузки он от центробежной силы будет развивать другие и вот она часть шатуна обрезанная вот я кладу ее она у нас весит 200 ну пусть 250 грамм она у нас будет весить то есть 500 грамм шатуны ну то есть так как здесь на одной шейке сидит два шатуна то есть где-то грамм 500 будет от шатунов двух и грамм 500 от шейки то есть система сделана таким образом что коленчатый вал уравновешивается полностью даже с небольшим запасом по противовесам то есть другими словами если коленчатый вал вращать без шатунов то вес противовесов то есть ту силу которую они будут развивать будет чуть-чуть больше то есть в обратную сторону чем развивает одна шейка но когда так как еще и немножко разное расстояние по удалению от центра вращения самой шейки противовесов но после того как устанавливаются шатуны система выходит в свое ну скажем так нормальное положение когда вес шейки шатунной шейки вместе с шатуном чуть-чуть больше чем противовес это позволяет увеличить прочность коленчатого вала это позволяет вывести резонансную частоту коленвала за рабочие пределы двигателя то есть за предельную частоту вращения двигателя также хочу заметить что в принципе в принципе теоретически можно уравновесить подобный коленчатый вал именно противовесами то есть с учетом нижней головки шатуна полностью грубо говоря ну почти скажем так в ноль то есть чтобы ну вообще скажем вывести его резонансную частоту за очень большие обороты ну или повысить тем самым его прочность но в данном случае есть небольшие конструктивные ограничения дело в том что в картере нету просто места для установки больших противовесов потому что с одной стороны то есть вот она рабочая это коренная шейка то есть куда-то в сторону сюда противовес нельзя сделать то есть как наплыв с другой стороны ходят два шатуна то есть в эту сторону какой-то наплыв естественно тоже сделать нельзя и по высоте то есть добавив их высоту тоже ограничено тем что поршень я показывал в предыдущем видео поршень здесь имеет буквально несколько миллиметров нижней мертвой точки до противовеса то есть возможность то чтобы поставить какие-то большие противовесы скажем еще больше увеличить прочность коленчатого вала под нагрузкой здесь такой возможности нет но в принципе этому двигателю это и не нужно то есть на вскидку я могу сказать что предел этого коленчатого вала если его именно крутить это где-то может быть тысяч 10 оборотов то есть тогда может возникнуть какая-то реальная нагрузка чтобы его сломать но 10 тысяч оборотов для этого двигателя то есть в принципе даже в форсированном варианте если этот двигатель форсировать то такие обороты наверное развивать он не будет ну по крайней мере это сложно сделать да и не нужно никому также хочу отметить что диаметр коренной шейки здесь 75 миллиметров как и ход самого коленвала то есть получается где-то на 50 процентов шатунная шейка вот она заходит на ну то есть по литью заходит на коренную шейку то есть это дополнительно увеличивает прочность коленчатого вала именно в отношении крутильных колебаний когда идут отклонения то есть первой шейки от последней значит вот он гаситель крутильных колебаний он же шкив здесь он имеет довольно существенную массу то есть это не просто шкив ну какой-то скажем просто шкив как иногда любят делает но вот он от балансировки у него здесь отверстие ну и хочу заметить то есть вот они вот она резиновая прослойка то что крепится на коленчатый вал и сама масса шкива вот единственное что по правилам проектировки к сожалению вот все западные почти все западные автомобили да и японский автопром они для экономии для упрощения скажем так производства они делают сам гаситель крутильных колебаний выполняют этот маховик вместе со шкивом для ремней но это неправильно то есть более эффективная конструкция будет тогда когда на демпфере но на этой резиновой муфте то есть будет висеть маховик который не будет связан с ремнями ни генератора ничего то есть отдельная масса которая будет выполнять свою функцию значительно эффективнее но опять же рабочая частота двигателя с которым будет работать вот этот демпфер полностью перекрывает все потребности тут даже с запасом сделана конструкция конечного вала таким образом что если даже поставить шкив без вот этого демпфера то есть грубо говоря просто шкив для ремня и все то есть уминимизировать все и даже сделать его просто выточить алюминиевым этот шкив то в любом случае то есть до своей частоты 5500 примерно двигатель будет работать ну должен работать без каких-либо повреждений то есть это уже идет запас но в принципе чтобы был запас по ресурсу делается обязательно вот такой демпфер крутильных колебаний видео получилось интересным и информативным особенно это касается наглядного примера то есть теоретически по теоретическое пояснение уже как-то делал несколько раз но вот наглядно показать что противовес то есть его вес шейка сколько что относительно чего весит это такой более наглядный более интересный пример ну и так же кусок отрезанного шатуна на этом все благодарю за внимание на